Проверяем эту систему. Как видите, работает. Система работает. Лампочка вот горит. Видно. Напряжение 268, 2,70. Тридинг 2,70. Перезайонисторы 10 штук. Реле 0,1 и 0,3. Это я все уже замерил. Сейчас выключим. Посмотрим, что получилось. Подключим. Посмотрим, что получилось. Итак. Замеры произведены. Сейчас я вам нарисую. В понте нарисуем схему. Вот она схема. Ну и вчера показывал мотор от машинки стиральной 300 ватт. На 120 ватт мотор магнитный. Реонисторы 10 штук. Коробка 26 вольт выход. Реле Амрон. Сейчас зарисую. Вот значит. Мотор от стиралки будет М. Вот этот. Вал. Через вал идет это. Мотор магнитный. То есть магнитный выход как я и говорил это многие знают. Сразу идет ток. Не надо не возбуждать ничего. Только крути его и ток пойдет. Выход лампочка 112 ватт. Так. Здесь вход. Вход. Вот стоит коробка трансформатор с выпрямителем. Вот она. Так. Дает она 26 вольт. Отсюда же вот отсюда же подключены ионисторы. Вот они. Ящик. Так. 500 фарад. 500 фарад штука 10 штук. Напряжение тоже 26 при зарядке 26 вольт. Дальше идет пока на сеть как я говорил надо тяговые один аккумулятор сюда чтобы брать ток а второй на вход вместо сети. Вот стоит значит так не так вот стоит реле Амрон оно выключает на 0 1 десятую и на 0 3 десятых то есть 0 1 десятую это работает вот сеть это работает на 0 1 десятую питает значит это и питает ионисторы заряжает и лампочку так а здесь у нас здесь у нас что у нас здесь значит это я рассказал а что у нас какое потребление тоже я записал потребление значит 51 вот тут при включенном 51 ватт 0,1 секунда 51 ватт 0,1 секунда 10 то есть в течении 0,1 10 секунды 51 ватт это не за час а 51 это путают в течении 0,1 секунды 51 ватт а тут у нас лампочка дает 2,7 значит при таком напряжении я мерил у нее будет 30 ватт и дает она напряжение как вы видели падает там буквально на одну сотую так как ионисторы компенсируют значит 4 раза получаем получаем 4 раза 30 30 помножим на 4 раза как известно будет 120 120 ватт то есть система дает 120 ватт а потребляет 51 ватт ну 120 делим на 51 то есть КПД такой системы 235 вот 235 процентов КПД 235 процентов вот этот считал один не надо считать 51 он считал на все время не надо считать 51 на все время это одну десятую секунды 51 потом останавливает потом идет 120 4 первый раз оно так же идет 51 но 30 тут лампочка берет то есть оно берет всего 21 система видите 21 берет фактически потому что лампочка 30 но считает вместе первый раз получается 51 и вот когда оно стоит одну десятую секунды 3 десятых здесь закрыт вход току то есть со счетчика стоит и вот в эти 3 десятых секунды первую десятую секунду 30 и еще 3 раза по 30 как видите получается 120 а то многие тут парень один путал он считал вот это 51 на все время если на все время считать как он считал то получается кпд меньше сейчас скажу 51 то кпд получается маленькая то есть неправильно считал а все время это не надо считать 51 у нас одну десятую 3 десятых у нас еще каждую десятую 120 за 3 десятых потом опять 51 и так беспрерывно в общей сложности так получается 51 отдаешь 120 на выходе в течение 4 десятых секунды это происходит то есть по времени может удлиниться если если допустим час она работает час а это работает в это время 4 3 часа еще то есть на 3 часа может дольше по времени вот этот выход понимаете то есть тут удлинение времени происходит и КПД получается 235 но нам это не важно нам собрать только значит такая схема вполне рабочая только надо вот этот мотор желательно побольше эта фигня потянет тогда вот это тоже сильнее поставить соответственно чем больше оборотов тем больше будет инерции так КПД повысится если будет ну я вот смотрел там есть моторы от этого магнитные от электроволесипеда они дешевле чем такие генераторы то вполне подойдет есть на 1,5 на 1,5 кВт тогда это поставить сюда можно поставить здесь на 300 поставить где-то на 500 у меня есть на 500 такие моторы на 600 даже есть на 500 есть на 460 на 400 на 500 поставить сюда на 1,5 и тогда будет выход сами понимаете в 10 раз больше выход будет то не 120 ватт а киловатт 200 ну пока вот то что есть пока значит как и вчера говорил чтобы вот эту пока запустить даже маломощную пока для для света пойдет для компьютер вот это будет уже на счетчик не будет идти так свет компьютер на счетчик не будет идти чаще обогреватель я сделаю как я показывал такой же он не будет идти то есть на этой а вот уже стиральную машину чтоб потянулась холодильник стиральную машину два предмета еще остаются у меня хотя холодильник работает беспрерывно а стиралка там стираем раз там три дня часа два на работает всего точно стиралку много не надо а в основном компьютер работает свет горит в основном вот потребление компьютер идет и холодильник то есть холодильник еще сделать на холодильник надо ватт 300 и сюда еще 100 ну вот 500 надо если это дает 120 то есть мотор хотя бы дайте не на полтора киловатта она 500 вот сюда поставить на 500 ватт магнитный и можно запускать и 2 тягу батареи можно запускать